Десна ТВ Проект «Слава Созидателям» работает. Здесь отбывают наказания только сотрудники, которые работали в силовых структурах. Смоленские журналисты в колонии-поселении номер 5. Всего планируется выступление 24 коллективов, два коллектива из города Десногорска. Десногорск готовится к рок-фестивалю. Это новый, совершенно уникальный исследовательский комплекс, который будет оснащен новыми экспериментальными петлями. Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 14 военнослужащих батальона войсковой части номер 3678 получили ключи от служебного жилья в Десногорске. Эта войсковая часть охраняет объекты Смоленской атомной станции. В короткие сроки на базе общежития номер 5 первого микрорайона был отремонтирован и перепланирован этаж. Заменены коммуникации и инженерные сети. Ключи от двухкомнатных квартир в торжественной обстановке военнослужащим вручил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. С мая в Десногорске стартовал муниципальный этап социального проекта «Слава Созидателям». Он проходит при поддержке Смоленской атомной станции и администрации нашего города. Это творческий конкурс видеороликов о тех, кто стоял у истоков рождения и становления Десногорска. 28 июля в администрации подводили итоги начального этапа этого конкурса. Наша съемочная группа побывала на этом торжественном мероприятии. В зале собрались представители сразу трех поколений – юные участники, их родители и герои видеосюжетов. Итоги работы будут оцениваться поэтапно по трем номинациям. В этот день награды получали 10 первых видеороликов. Участников церемонии награждения приветствовал глава администрации Андрей Шубин. Для всех на свой раз сохранить живую память, опрошен передать молодому поколению ценности и традиции служения Родине, самодверженного труда, творческого отношения к работе и к жизни. По завершении конкурса в 2016 году заместитель директора Смоленской АЭС обещал, что проект будет иметь продолжение в 2017. В этом году он уверен, что конкурс имеет свое будущее. Я более чем уверен, что эту прекрасную историю города Десногорска, прекрасную историю в целом страны, в Росако, частью которой мы все являемся, мы будем писать еще не один год. В этом году к проекту подключились десногорские предприниматели. Именно они утвердили призы за победу в этой номинации. Родители юных журналистов конкурса тоже непосредственные участники творческого процесса. Выражаем благодарность создателям нашего города, нашего красивого, цветущего города. Я хочу сказать огромное спасибо госкорпорации «Росатом» за познавательный проект. Предпринимателям, спонсорам проекта «Слава Созидателям» вручили благодарственные письма. Огнеборцы из первой пожарной части Десногорска посетили детский сад «Теремок», где провели интересную познавательную беседу о пожарной безопасности и обсудили вопрос, когда огонь – враг, а когда друг. В ходе игрового мероприятия ребятам показали настоящую пожарную технику и разрешили примерить обмундирование огнеборцев. Юные казаки России и Белоруссии уже в третий раз собрались в Смоленске. 2 августа в реабилитационном центре для детей и подростков в Вишенке состоялось торжественное открытие российско-белорусского слёта казачьей молодёжи. Это мероприятие организуется при поддержке администрации нашего региона. На открытии слёта работали несколько площадок. Ребятам показали преодоление препятствий на лошади, выставку вооружений и спецсредств Росгвардии, спасательную технику. А ветераны войсковой службы провели для них мастер-классы по рукопашному бою. Смоленские журналисты посетили колонию-поселение номер 5, которой в этом году исполнилось 35 лет. Пресс-тур был организован Управлением Федеральной службы исполнения наказания. В мероприятии приняли участие и десногорские журналисты. Подобные пресс-туры – традиции. Они проводятся для знакомства журналистов с особенностями учреждений и профессий сотрудника уголовно-исполнительной системы. Пятая колония-поселение располагается неподалеку от Десногорска и была создана в 1982 году, когда строилась Смоленская атомная станция и город. В основном здесь отбывают наказания неосторожники, сотрудники ОМВД и военные. Отличается она от других учреждений тем, что осужденные имеют возможность работать в учреждениях на территории города и получать за это зарплату. На данный момент у нас с каждой организацией, которые работают на этих осужденных, вообще на всех осужденных, распространяется полностью трудовой кодекс, пятидневная рабочая неделя. Они также имеют отпуск, имеют, правда, немножко поменьше, но имеют отпуск, тоже самое им предоставляется. А работают везде, и в школах, на рынке, в детских садах, потом служба благоустройства города. В пресс-туре приняли участие журналисты Смоленска и Десногорска. Они посетили ряд объектов жилой и производственной зоны учреждения, познакомились с новыми технологиями обеспечения режима и безопасности, пообщались с представителями администрации колонии и осужденными. Надо отметить, что эта колония – единственное исправительное учреждение в Смоленской области, в котором содержатся женщины. Первое, что бросается в глаза – это чистота и ухоженность на территории колонии. Радует недавно отстроенная церковь, которая, правда, еще не освящена. Это торжественное событие состоится 5 августа. Кроме того, участники пресс-тура побывали в помещениях, где проживают осужденные и узнали, как организуется их досуг. Смоленские студенты из Энергоинститута вышли в финал Всероссийского конкурса «Умник», организованного Фондом содействия инновациям. У молодых людей теперь есть все шансы получить грант на реализацию своих научных идей. Смоляне представили проект интеллектуальной теплицы и разработку компьютерной игры под названием «Молекуляр». Эти проекты молодых ученых вошли в финал конкурса. В этом году финалистами стали всего 9 молодых ученых, и у каждого из них есть шанс получить грант в 500 тысяч рублей на реализацию своих научных разработок. После двухлетнего перерыва в Десногорск возвращается фестиваль Д2О. Как идет подготовка и о том, какие коллективы выступят на мероприятии, в нашем следующем интервью. Фестиваль «Живой музыки. Тяжелая вода» вернулся в Десногорск благодаря выделенному гранту из Фонда ассоциации территории расположения атомных станций Госкорпорации «Русатом». Проект был поддержан муниципалитетом и градообразующим предприятием «Смоленская АЭС». И яркое красочное шоу пройдет с 4 по 5 августа на территории скалодрома. Подробности о планируемом мероприятии нам рассказали сами организаторы. Автором данного проекта является Александр Шерстнев. Мы с ним продолжаем сотрудничество, несмотря на то, что он уехал из города Десногорск. Он нам, конечно, помогает, потому что его вклад не изменен. Всего планируется выступление 24 коллективов. Два коллектива из города Десногорска. Одна группа молодая, а вторая – наши заслуженные рокеры, которые неоднократно посещали Венгрию. Это группа по скриптам. Также у нас будет группа из города по братьям Гириен в Венгрии. Они будут выступать 4 августа. За два дня перед десногорцами и гостями города выступят группы из Москвы, Тулы и Калуги. Изюминкой фестиваля станет группа из Афонова «Смолкидз». Вокалисткам этого коллектива исполнилось всего 8 и 11 лет. Но они уже выступали на мотофестах и рок-фестивалях. Именно этот коллектив откроет мероприятие в Десногорске 4 августа 18.00. И в завершении выпуска новости Росатома. В следующем сюжете мы расскажем, как строят многоцелевые исследовательские реакторы на быстрых нейтронах в Димитровграде. Этот раскаленный докрасно-металлический блин – ничто иное, как заготовка для изготовления днища корпуса самого мощного исследовательского реактора в мире. Его строят в Димитровграде. А детали собирают на предприятиях Росатома по всей стране. В частности, в Волгодонске на заводе «Атоммаш». Производство каждого элемента требует совершенно нового подхода к организации технологических операций и работе оборудования. Ведь конечное изделие – что называется «штучный продукт». Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах МБИР станет основой для новой исследовательской базы всей атомной отрасли нашей страны. Это не просто замещение выбывающего из строя реактора, выводящегося из эксплуатации. Это новый, совершенно уникальный исследовательский комплекс, который будет оснащен новыми экспериментальными петлями, которых не было на Борис-60, новыми экспериментальными установками, которых не было на площадке, новой инфраструктурой проведения послереакторных исследований, которые тоже создаются здесь. Возможности нового реактора уже сейчас вызывают большой интерес со стороны крупнейших научных центров и ведущих инжиниринговых компаний. В первую очередь привлекают уникальные технические характеристики МБИРа, благодаря которым широкий спектр исследовательских задач можно будет решать в разы быстрее, чем сейчас. Здесь в 3-4 раза сокращается срок исследования. Раз в 3-4 раза сокращается срок исследования, тебе представьте себе, какова экономика компании, которая использует новые материалы. Это дает уверенность, даже не надежда, а уверенность, что экономическая эффективность от использования этого реактора почувствуют не только наши компании, не только Россия, но и все наши международные партнеры. В этом году Росатом планирует создать на базе МБИРа международный центр исследований, в котором совместными усилиями ученых всего мира будут решаться задачи создания новых безопасных ядерных установок и вопросы замыкания ядерного топливного цикла. На сегодняшний день участие в этом партнерстве подтвердили научные институты Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, ЮАР и Южной Кореи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok